Всем привет! Партнеры, которые будут смотреть это видео, или новички, которые разбираются в нашем проекте. Сегодня у нас встреча с Сергеем Савичем. Сергей Савич – это человек, который уже заработал в сетевой индустрии более 1 миллиона долларов. И сегодня мы расскажем, ну, обсудим наш проект и обсудим его с разных точек зрения. То есть это как можно в нем зарабатывать, это какие преимущества имеет наш проект вообще на сетевом рынке. И Сергей поделится своими эмоциями, своими, своей стратегией насчет нашего проекта. К чему вообще идем, к чему мы хотим прийти. И это видео позволит вам четко разобраться в проекте и узнать, как можно вместе с нами развивать бизнес. Сергей, привет! Привет, Партнеры! Сергей, с чего хотелось бы начать? Наверное, какую-то историю твою. То есть как получилось так, что ты вообще пришел в сетевую индустрию и начал заниматься этим бизнесом? Потому что, насколько я знаю, до этого ты занимался, ну, то есть был сотрудником банковского сектора. Да, более 10 лет я отработал в банковском секторе и с индустрией познакомился, можно сказать, случайно. Меня пригласили на одну из презентаций, причем обманным путем. Эта история, в принципе, в интернете есть, да. Ну, меня попросили, я занимался на тот момент кредитованием, сказали, раз ты специалист по кредитованию, вот тут мне бизнес предлагают, пойдем дашь совет. Ну, так я первый раз попал на презентацию, вот, причем надо заметить, что я был категорически противником сетевого маркетинга, мог любого отговорить аргументированно. А почему? Ну, я просто не понимал, что это такое, для меня это была ассоциация людей, которые впаривают какой-то продукт, да. И, соответственно, когда такое представление, и, кстати, у многих, наверное, такое представление о сетевом маркетинге, да, и когда такое представление, у тебя естественный вопрос, зачем тебе впаривать чужой продукт в чужой компании, когда ты можешь открыть свою и продвигать, да. Вот, соответственно, я попал на эту презентацию, и презентация была очень интересная, что мне понравилось, молодой человек, который ее проводил, он, в принципе, сказал, что он только начинает, что он не стал говорить, что он там крутой, мега монстр и так далее. Он начал рисовать кружочки, начал рассказывать, как что начала его жена, и начал показывать перспективы, да. Вот, и когда все закончилось, человек, который меня пригласил, спросил, ну как, я говорю, ну ты знаешь, вот ко мне за кредитами приходит каждый день там десятки людей, у которых шикарные бизнес-планы, и судя по этим бизнес-планам, любой человек может стать миллионером. Вопрос просто, когда им деньги даешь, если уж даешь, да, это отбор проходит, потом большинство из них с проблемами и даже вернуть кредит не могут, да. Поэтому, я говорю, одно дело кружочки рисовать, другое дело реальный бизнес, я пока говорю реальный бизнес. Ну, то есть ты на первый раз не рассмотрел эту возможность? Нет, конечно, нет. И дальше было интереснее, примерно через 9 месяцев этот же человек приезжает в город, ну я… Который проводил презентацию? Да, да, который проводил презентацию. Я увидел афишу, думаю, схожу, пойду посмотрю, что из этого вышло, да. Вот, а надо сказать, что я на тот момент работал в одном из банков, который входил в десятку крупнейших, и у меня зарплата была даже больше, чем у главного бухгалтера. Вот, так как отвечал за всю банковскую систему. Вот я прихожу на презентацию, и что меня поразило, презентация немножко поменялась. То есть человек уже, может быть, меньше рисовал кружочки, он рассказывал, что произошло в его жизни за 9 месяцев. То есть, и я сижу, слушаю, и я понимаю, что, может быть, он на сегодняшний день не больше меня зарабатывает, да, но я понимаю, что у него гораздо больше свободного времени. И вот это вот меня тогда заставило задуматься и начать, как бы, копаться в индустрии, да, то есть разобраться, то есть в чем фишка, то есть почему у меня, как бы, там, 10 лет, ну, на тот момент 7 лет, по-моему, у меня за спиной банковской деятельности было, вот на тот момент, или 8. Вот, то есть 8 лет опыта работы движения по карьерной лестнице, да, и вот парень 9 месяцев, ну, доход, говорю, примерно такой же, может быть, меньше чуть-чуть. Но я вижу, насколько он свободен, то есть, как его жизнь интересна. Я понимаю, что, вот, осознал, что я не строю свой бизнес, да, то есть вот тогда у меня появилась первая мысль, что надо что-то искать, когда ты начинаешь создавать остаточный доход, когда твой бизнес будет работать независимо от того, работаешь ты или нет. Вот, окончательное решение я принял значительно позже, вот. И на тот момент я уже осознанно искал компанию и бизнес, и людей, которые, в принципе, профессионалы в этой области, и которые могут этому научить. Вот, и, соответственно, в 2003 году, осенью 2003 года я ушел, ну, заключил контракт чуть раньше, в августе, соответственно, к сентябрю мои доходы в банке и из бизнеса примерно сравнялись. То есть ты правильно развивался? Да, да. То есть у меня было 4 часа после работы примерно времени, да, и когда ты видишь, что за 4 часа работы ты выходишь на доход, к которому шел там много лет, ну, это реально серьезно. Вот. Я принял окончательное решение и вот в сентябре 2003 ушел с банка и с тех пор больше никогда ни на кого не работал. Это сколько там было лет? Вот, когда говорят про годы, считать надо. Ну, это уже 20 лет ты занимаешься, да, сетевым бизнесом? Больше, нет, чуть меньше получается, считай, 2003, сейчас у нас 18-15 получается. А вот можешь рассказать, например, про свой первый год, но, то есть, как вот Антон Агафонов, я знаю пример, то есть у него первый год там получилось заработать 20 долларов. У тебя результаты выше, и вот как думаешь? Нет, у меня они сильно выше были, то есть я начал заниматься, я ушел в 2003-м, а начал заниматься, наверное, в 2000-м, может быть, в 99-м конец, да, и первые вот годы до 2003-го у меня результата то же самое особого нет. Нет, ну как, была там команда 15-20, там может быть 30 человек, но это скорее развлечение, да, потому что по сравнению с доходом, который там получаешь в банке и с доходом от команды в 30 человек, ну понятно, что это не сильно серьезно, вот, но это был определенный опыт, и ты понимаешь, что если хочешь чем-то заниматься, надо заниматься серьезно, когда серьезно начинаешь включаться на 100%, ну тогда и бизнес начинает расти. И людей ты потом на этот момент притягиваешь, тех, которые так же серьезно начинают заниматься, потому что я заметил, что когда ты новичок, и ты на эмоции, ты таких же эмоциональных людей к себе притягиваешь, когда ты вырос на одну ступеньку, ты уже других людей притягиваешь. Абсолютно верно, да. Да, и вот если взять, допустим, период развития первого года, ну первых там, не знаю, трех лет сетевого бизнеса, у некоторых разные стратегии, вот кто-то там нацелен на то, чтобы подключить там несколько ключевых людей, с ними работать, кто-то нацелен на то, чтобы расширять свою первую линию, делать так, чтобы как можно больше людей было в первой линии. Вот я больше за второй подход. Как ты думаешь, какая здесь правильная стратегия и до какого момента стоит работать в своей первой линии, расширять ее максимально? И когда можно вообще остановиться это делать? Все от профессионализма зависит. Новичку понятно, что лучше наработать опыт и сделать максимально широкую первую линию, чтобы было из кого выбирать. Я во всех проектах, где заработал миллионы долларов, я никогда не строил большую широкую первую линию, то есть я определенный момент времени формировал первую линию до тех пор, пока там не появятся серьезные люди, которые работают на 100%. Дальше помогаю этим людям, да, то есть и работаю в глубину, потому что если мы говорим про бизнес, то есть есть две варианты. Два варианта – заработок и бизнес, то есть остаточный доход. На что ты нацелен? Если ты нацелен на быстрый заработок, тебе нужна большая широкая первая линия. Ты зарабатываешь много, но при этом твои люди ни хрена не зарабатывают. Если ты настроен на бизнес, тебе нужна глубина, то есть нужно очень важно, чтобы твои люди зарабатывали. Тогда это серьезно и надолго, да, то есть поэтому, ну, истина где-то посредине, потому что надо и то, и другое. Если у тебя нету ненадостного выбирать, откуда серьезные люди появятся, да. Поэтому здесь важнее система понимать, что ты делаешь и зачем. Это вот как вопрос, что лучше, ширина или там работать с ключевыми людьми, это все равно спросить, что у дома важнее, фундамент или крыша. И то, и другое важно, да, то есть ты на плохом фундаменте, дом будет все время сыпаться, без крыш ты тоже жить не будешь, да. Вот поэтому здесь все важно. Тебе ширина нужна, важно понимать, для чего нужна ширина, чтобы было искал выбирать, чтобы отобрать лидеров. И было с кем работать, то есть с серьезными людьми, вот. Я понял. Вот, а Сергей, а как вот произошло знакомство с нашей компанией, да, которую мы с тобой сейчас вместе развиваем, и почему решил присоединиться, то есть что замотивировало? Хотелось бы тоже узнать. Ну, как я познакомился с компанией, я скорее познакомился не с компанией, а с концепцией от президента компании Филиппа Робияра, то есть это человек, с которым, собственно, я изработал и первый свой миллион, и второй, и третий, и так далее, то есть у которого учился. Мы с ним дружим уже давно, и, соответственно, обо всех своих новых проектах, начинаниях он рассказывает, я про свои рассказываю. Вот, и на тот момент, когда появилась компания, у меня как раз был свой бизнес, который активно развивался, вот, и мы очередной раз с ним встретились. Понятно, я его хотел позвать свой бизнес, да, вот, а он мне до этого рассказывал про свой проект. Это был сетевой был, да, вот, на минуту. Да, это был сетевой. Свой проект. Да, да. Вот, и когда он начал рассказывать, что он познакомился, ну, не познакомился, они знакомы были до этого, он начал работать с Игорем Яковлевым, у которого есть шикарный продукт, кэшбэк-платформа, на которой уже огромное количество магазинов, и можно, собственно, с товарооборота всех магазинов получать доход, а не продавать какой-то конкретный продукт и работать в узком секторе. Я просто, у меня это вот мозги перевернуло, я понял, вот это что-то новое на рынке, это то, собственно, о чем, наверное, мечтал, нет, я лично мечтал, как сетевик, ну, с самого начала, да, когда пришел в индустрию, потому что мне всегда было непонятно, почему надо продавать вот какой-то конкретный продукт, неважно, здоровье, это красота, там, услуги какие-то, да, да, почему нельзя зарабатывать на всем, вот ты же строишь потребительскую сеть, люди все равно, помимо твоего продукта, тратят деньги на то, и на другое, на пятое, на десятое, почему нельзя с этого оборота зарабатывать. И вот здесь раз готовая концепция, причем не концепция, потому что идеей использовать кэшбэк на рынке было и до этого много, и очень многие заявляли, мы это сделаем, собирали под это деньги, да, то есть, ну, никто не сделал, а здесь фишка была в том, что проект уже готов, он работает. То есть, бери и пользуйся. Я три дня не мог уснуть, ну, я решение принял мгновенно, причем первого человека я подписал сразу же, то есть, вот мы еще с Филиппом не закончили говорить, у меня идет телефонный звонок одного моего старого друга, с которым много лет не виделись, а он тоже с нами вместе работал, я ему говорю, слушай, мы вот сейчас сидим с одним человеком, которого ты очень хорошо знаешь, приходи, расскажем тебе одну фишку, бомбу. Ну, вот, он приходит, мы проводим встречу, он точно так же сразу загорается, вот, и отсюда сразу контракт был, соответственно, я после этого занялся тем, что нужно было выйти из своего бизнеса, вот, соответственно, сдать дела, и, соответственно, я начал бизнес, ну, с сентября только месяца, на три месяца, да, позже всех остальных, вот. Вот, ну, и, соответственно, вот, в сентябре я начал активно работать, в первый месяц у меня там 5-300 был доход, ну, для примера, то есть, это вот как раз мощь маркетинга пока, хоть я начинал с нуля, потому что, если предыдущий проект, там уже была какая-то команда, да, то здесь я никого не звал, вот, но, тем не менее, чтобы пример был, вот, Ксанга мы запускали, где я за первый миллион заработал за год и восемь месяцев. Первый миллион рублей. Долларов, долларов, да. Рублей можно за месяц-полтора заработать, там я первый месяц заработал 3-700, вот, здесь 5-300, то есть, это гораздо большие скорости, как раз за счет более эффективного маркетинга. А вот смотри, что позволило нашей компании так быстро пойти, потому что я там не буду называть какие-то примеры других компаний, но я знаю, есть на нашем рынке компании, которые занимаются сетевым бизнесом и тоже связанные с кэшбэком, но рост у них там в десятки раз меньше, да, то есть и по количеству партнеров, по количеству клиентов, вот, что позволило такой импульс дать? Это личность нашего президента или наших основателей, это сама идея философии, это понимание, как создавать большие сообщества, как думаешь, вот, что ты выделяешь? Скорее всего в комплексе, потому что для того, чтобы любая сетевая компания развивалась, должно, ну, быстро развивалась и стабильно росла, да, то есть не так, что хайпанули, денег собрали и исчезли. Должно быть несколько факторов, то есть, первый фактор, должен быть хороший продукт. И у нас здесь в этом плане исключительная штука получилась, потому что идея нравится всем, концепция нравится всем. Как я уже сказал, в отличие от остальных, кто пропагандирует идею, да, что вот есть классная тема, это все работающие, то есть это не прожекты какие-то, мы вот это сделаем когда-нибудь и как-нибудь, да, то есть это работающий продукт. Соответственно, востребованность его на рынке обалденная, то есть практически реакции такой людей на любую компанию я не видел. То есть многие люди, которые там вот так шарахаются от сетевого маркетинга, сюда с удовольствием идут. То есть это первое, продукт офигенный, но продукта недостаточно. То есть второй очень важный момент, это как раз команда лидеров. То есть у тебя может быть шикарная компания, шикарный продукт, да, но если нет людей, которые умеют строить сеть, это ничему не будет служить. У нас есть много примеров, когда сильные компании заходили на рынок, в других странах они прекрасно, собственно, развивались, но если они не смогли привлечь серьезных лидеров, соответственно, у них здесь ничего не было и нет уже много лет. Соответственно, первое, как я уже сказал, продукт, второе, команда должна быть. Вот Филипп на сегодняшний день это человек, который, наверное, больше всего вырастил миллионеров на российском рынке, да, то есть он не один многомиллионный проект уже на рынок завел. Какие-то до сих пор работают, какие-то там ушли с рынка, вот, но это было не единожды, то есть он умеет это делать. Вот, и третий момент, собственно, сама компания, то есть должно быть грамотно все организовано с точки зрения логистики бизнеса, потому что у тебя может быть хороший продукт, хорошая команда, но если люди не умеют организовывать логистику, соответственно, это как красивая машина, у которой все внутри сыпется, да, то есть ехать на ней невозможно, и тем более быстро ехать уже будет опасно для жизни, да. Вот здесь все три фактора, они сложились правильно, да, вот, ну и, соответственно, оно сразу поэтому дало хороший результат. А вот что касается у Филиппа, до этого были тоже на свои проекты, и, насколько я знаю, у него до этого была своя сетевая компания, вот, и вопрос роста пошел большой, когда они объединились с Игорем Яковлевым, потому что Игорь Яковлевым была очень хорошая концепция в плане продукта, и он этим долгое время занимался. Ну, вот здесь как раз, как я говорю, звезды сложились определенным образом, действительно, у Филиппа была своя компания, собственно, мы встречались, я думал, он будет про свою рассказать про продукт, который у него и была, собственно, и вот там как раз была ситуация, есть классный профессионал, неплохо организован бизнес, но так как продукт слабый, то есть он не готов для в данный момент, поэтому бизнес не шел. Это предыдущий проект, который он предыдущий, ну, вот в чем, скажем так, очень хорошее положительное качество у Филиппа, да, то есть он не бросил тот проект, ну, не пошел хрен с ним, да, то есть он его трансформировал, добавив этим продуктом сюда, то есть он не бросил людей, кто захотел с ним, пошел дальше, да, то есть он не закрыл компанию, он выполнил там все обязательства перед людьми и продолжил бизнес. Просто, что произошло, то есть есть человек, у которого есть обалденный опыт, но в данный момент нет какого-то такого вау-продукта, да, который позволит там… Срезонирует у многих, да. Да, срезонирует на рынке. У Игоря была другая ситуация, это как раз один из самых крутых специалистов по системе. Он создал кэшбэк-платформу, то есть она создана, работающая, четыре года разрабатывалась, да, то есть на ней уже все есть, магазины, все подключено, все работает, но он не специалист по созданию коммерческой сети, то есть как туда людей привлечь? То есть это как если ты, ну, например, завтра изобретешь вечный двигатель, ну, не знаешь, как про него рассказать, он так и будет тебя на богах лежать, то есть люди этим даже воспользоваться не смогут. Вот, и они знакомы уже давно с Филиппом. А, они раньше были знакомы. Они, то есть это не так, что вот какой-то случайный. Случайный. Почему очень важно, как бы, поддерживать знакомство, да, то есть вот мы вроде бы с Филиппом не знакомы, ну, я говорю, не знакомы, не сотрудничали вместе, не работали, наши проекты вообще никак не пересекались, но мы умеем дружить, поддерживать отношения, уважать друг друга, да. Поэтому, когда мы встретились, нам очень легко было найти общий язык. Вот точно так же они с Игорем, когда встретились, Филипп знал, что он очень классный организатор, человек, который создает систему, потому что он обеспечивал систему, и другие сетевые компании в том числе, да, вот. И когда они разговаривали, Игорь начал рассказывать, что у него есть, вот оно произошло, вот эта синергия, да, и скраб проскочило, что, блин, это есть классный продукт, есть человек, который может в этот продукт обеспечить людей. Людьми и развитием, и, собственно, так родилась компания, вот. Это один, кстати, из факторов успеха, да, то есть кто учредители, то есть если учредители в синергии работают, соответственно, у компании есть будущее. Если учредители начинают, ну, как кошка с собакой, или каждый там просто о своей выгоде думает, у этого проекта будущего нет, какой бы у него хороший продукт не был, какая бы хорошая система не была, какую бы гениальную концепцию маркетинга не придумали. То есть если люди безответственные, соответственно, в основании, или у них есть конфликты внутри, непонимание, у бизнеса будущего нет. Тем более в сетевом бизнесе это очень быстро транслируется на сеть, и лидеры, менеджеры, они тоже эту энергию поддерживают. Да, абсолютно верно. Ну, я вам пример приведу, допустим, вот в предыдущей компании, где я работал, американская, там было пять основателей, до тех пор, пока они были как единый кулак, то есть вместе, компания росла, развивалась и бешено двигалась. Потом у одного крыша съехала, то есть он начал отходить от бизнеса, катить бочку на других и так далее. Что произошло? Как внутри ржавчина пошла, то есть прошло некоторое время, компания начала сыпаться. Начал рынки закрывать, ну и на сегодняшний день огромный гигант его скупила какая-то новая компания. То есть я ушел заранее до этого, видя, что происходит. То есть это одна из причин была, почему я из той компании ушел. Соответственно, здесь произошла синергия, то есть и у нас появился шикарный продукт, и человек, который просто бог в этом, во всем, да, то есть в технической части, то есть он решает проблему вот так, и знает, как их предотвратить. Даже вот, казалось бы, да, то есть конкуренты на нас организовали дос-атаку. Даже крупнейшие холдинги с огромным штатом, часто этого не выдерживают, да, там сыпется. Ну, нас чуть-чуть потрясло, наоборот, мы стали сильнее, перешли на более мощные сервера, с более сильной защитой, и это на бизнес вообще никак не повлияло, да. Вот, поэтому, вот, это два человека, которые, то, как звезды их свели вместе, и благодаря этому у нас сегодня... Лучшие, лучшие в своем деле, можно сказать, да. Да, потом, ну, тут не могу уже не сказать еще тогда про двух основателей компании, да. То есть первое, это Наталья Ярославцева, то есть это человек, который с Филиппом работает уже много-много-много-много лет. То есть, соответственно, человек, на который можно положиться во всех аспектах, который прекрасный организатор. То есть вот, если Наташа за что-то взялась, ну... Все по полочкам. Да, во-первых, все по полочкам, а во-вторых, не надо проверять, сделано, не сделано. То есть вот ты, вот, это как страховка, да, это очень важно, если нет такого человека в компании, ну, соответственно, у компании тоже рано или поздно будут проблемы, да. Вот, плюс Наталья психолог, плюс у нее колоссальный опыт в сетевом маркетинге, плюс прекрасный тренер, а это очень важно на старте, да, пока еще компания была не запущена. Вот, ну и, конечно же, четвертый человек, Антон Агафонов, это человек, который тоже с Филиппом работал, мы с ним вместе, кстати, были вот в той компании, первой, которую я начинал, где я заработал первый миллион долларов, Антон тоже в ней был. Вот, соответственно, и Антон, это один из лучших специалистов в области инфобизнеса. То есть, и это было очень важно, потому что у нас интернет-продукт, который позволяет, ну, грубо говоря, развивать бизнес, в том числе не выходя из дома, да, да, то есть создавая входящий трафик из интернета, когда не нужно бегать за людьми, когда люди к тебе идут. То есть, наверное, об этом, собственно, все мечтают. Я бы с удовольствием занимался сетевым маркетингом, если бы не надо было с людьми работать, если бы они сами ко мне приходили. Такие технологии есть, да, и с приходом Антона их привнесли, плюс, человек, у которого тоже 20-летний опыт сетевого маркетинга, да, вот, и вот синергия всей команды, то есть, она была колоссальной, именно это дало результат, вот, и каждый специалист в своей области, каждый дополняет друг друга, каждый страхует друг друга, и все решения в компании принимаются в совете директоров, да, то есть я единственный в совете директоров, кто не является основателем компании, да, вот, но, тем не менее, все решения принимаются на совете директоров, и это очень важный момент, то есть у одного человек всегда может крышу съехать, то есть что-то куда-то понести и так далее, но другие… Живого вытащим дальше, да, да, быстро ставят на место, поэтому это очень важный момент, и пока он работает, у компании всегда будет большое будущее, то есть и Филипп – это тот человек, который всегда советуется с другими людьми, и вот ты как лидер сейчас знаешь, что многие решения даже не только с советом директоров обсуждаются с лидерами компании, это очень важный момент, потому что многие компании этого не делают, и это их роковая ошибка, потому что когда происходит отрыв руководства компании от сети, в будущей компании обречено, то есть вопрос времени, когда все развалится, вот, поэтому здесь все в синергии, и поэтому это как раз определяет, почему мы растем примерно в 2,5 раза быстрее даже, чем планировали. Ну да, насколько я знаю, цель компании, вот у нас изначально 10 миллионов клиентов, и я знаю, что в договорах начали прописывать то, что сроки выполнения будут еще ближе, да, то есть когда мы договариваемся еще того, чтобы магазин подключить к платформе, и это радует, и, наверное, и правда вот это происходит за счет этой синергии, и самое главное, что мы лидеры, мы, ну, вся компания, чувствуем себя как одна, там, общая семья, и я там был на мероприятиях разных компаний, я вижу, когда, например, выходит лидер, там 90% зала сидит и встает только первые ряды, а у нас, когда выходит лидер, все его поддерживают, все это очень прибавляет большие мотивации. Да, Сергей, вот еще хотел бы поговорить, так как у тебя богатый опыт вообще в сетевом бизнесе, многие люди, которые только присоединяются к сетевому проекту, или вообще имели там раньше опыт в сетевом бизнесе, они думают, что наша компания, она там, ну, там, пирамидального, как, ну, как похоже на пирамиду, да, то, что мы там прикрываемся кэшбэком, что кэшбэк этот наш не основной продукт, что у нас деньги идут за счет привлечения бизнес-партнеров в основном. Вот как ты на это смотришь, и как думаешь, мы вообще будем дальше развиваться, к чему вообще мы идем? Потому что, может, многие не понимают того, к чему вообще мы, в принципе, хотим прийти. Да, ну, самое забавное, что это мнение подогревает, поддерживает даже некоторые лидеры некоторых компаний. То есть это говорит, ну, о их непрофессионализме, да, почему я это говорю? Ну, важно понять, что в любой компании сеть нужна для чего? Для того, чтобы продвигать продукт. Да. И работая в рамках какого-то узкого продукта, вот продвигают узкий продукт. И я могу сказать, что в таком, вот человек, который говорит, что у нас пирамида, он сам тогда в 99% случаев гораздо более строит пирамиды. Почему? Потому что в большинстве сетевых компаний убери дистрибьюторов, то есть дистрибьюторы делают основной товарооборот в компании. То есть нету дистрибьюторов и нету компании. Соответственно, и клиентов там всегда на порядок меньше делают оборот, чем дистрибьюторы. Если взять наш бизнес, то у нас уже сейчас, хотя компания только стартовала, у нас уже сейчас товарооборот, который делают на платформе клиенты, то есть которые не являются партнерами, больше, чем товарооборот, который делают дистрибьюторы. Возьмем Алиэкспресс, один из магазинов, который у нас на платформе есть. Они когда сделали скидки, распродажи, просто у нас платформа дает скидки постоянные, ну они сделали разные, свои, они за один день сделали товарооборот 25 миллиардов долларов. Это больше, чем десятка крупнейших сетевых компаний за год. За один день. Вопрос, с чего ты хочешь получать процент? Везде, в любой сетевой компании, и, кстати, не в сетевой компании, в традиционном бизнесе, с чего получают люди деньги? С товарооборота. Просто можно пытаться там продать что-то задорого, как некоторые говорят, у вас там копеечный товарооборот, или копеечный кэшбэк. Да, ребят, копеечный. Потому что мы, как сетевые компании, не накручиваем 100% на товар, а потом, чтобы на этом заработать. Опять к вопросу пирамид. То есть, мы работаем за счет количества людей. Чем больше людей, даже по копеечке, пусть там по рублю капает, соответственно, у тебя будет хороший чек. Даже если тебе там всего лишь по доллару прилетает потребительская корзина, то есть, если у тебя 100 тысяч человек, вот тебе 100 тысяч долларов. Я пример приведу. У меня в предыдущем бизнесе было 180 тысяч человек. Это партнеров конкретно? Это которые заплатили деньги, чтобы просто зарегистрироваться, стать партнером, нужно было 34 евро заплатить. Люди заплатили деньги, чтобы стать партнером. 180 тысяч человек. Это как у нас голдкарты купил, например, страна. Вот представь, просто эти люди бы пользовались любыми товарами, там и хотя бы по доллару капало. Вот тебе 180 тысяч долларов вообще без маркетинговой части, просто на кэшбэках. Поэтому это колоссальный источник дохода. И более того, мы не просто занимаемся кэшбэком, мы создаем кэшбэк-платформ, других есть, другие компании. Часто спрашивают, в чем ваши отличия. Наши отличия принципиально в том, что кэшбэк-компании, они зарабатывают чисто на кэшбэке. То есть, как правило, у них там один агрегатор, они вокруг него создали бизнес и получают деньги какие-то. Мы не просто на кэшбэке зарабатываем, мы создаем экосистему. Мы осенью запускаем свой банк, мы запускаем свою платежную систему, мы уже запустили приложение. То есть, это позволяет уже с кэшбэком оффлайн работать. Уже некоторые магазины, я знаю, в некоторых городах подключены. Да, то есть, мы подключаем уже магазин. Причем у нас люди могут подключать магазины и получать еще доход с магазином. «Пожалуйста, не хочешь заниматься сетевым маркетингом? Друг мой, не занимайся». Подключай магазины, занимайся линейным бизнесом и получай процент с подключенных магазинов. Это как есть люди, открывают рестораны за какой-то процент или за какую-то разовую плату. Или запускают какие-то еще бизнесы. «Пожалуйста, нравится» или франшизы продают. Вот сейчас франчайзинг – это готовая модель бизнеса, модная и востребованная во всем мире. Поэтому, не хочешь заниматься, у нас 5 видов дохода, 5. Занимайся любым из них. И подключение магазинов – один из них. Так вот, мы создаем целую экосистему, в которой будут и другие финансовые, в том числе, инструменты. Другие инструменты. И более того, это как экосреда, в которой очень выгодно запускать любой бизнес. Вот завтра, допустим, у тебя появится какой-то классный продукт, какая-то идея, кто-то из твоих дистрибьюторов предложит. Ты, запустив этот продукт, тебе не надо создавать инфраструктуру. Ты встал на платформу, сеть уже есть. Есть. Все, что тебе надо, чтобы у тебя был классный продукт, который реально нужен людям. Понятно, что если у тебя не на камеру дерьмо какое-то, то мы это продвигать не будем, и никто его рекомендовать не будет. То есть, это экосистема для умного потребителя, где люди делятся реально хорошими вещами, наработками. То есть, где магазины часто дают до 90% скидки для того, чтобы привлечь клиентов. И тебе не надо рыться по всему интернету, чтобы найти эти скидки. Они тут же у тебя в готовом виде. Когда мы запустим банковский модуль, то есть, соответственно, у тебя сразу не только счеты, кэшбэки, у тебя сразу свой банковский счет и возможность зарабатывать еще на финансовых операциях. Ну, это чуть-чуть в будущее забегает, да? То есть, соответственно, вот чем мы отличаемся. То есть, мы, создав экосистему, мы снижаем издержки и продавцов, и производителей, и потребителей. То есть, ну, конечно, банки будут на нас немножко злые, потому что мы заберем часть сектора тоже. Часть рынка, да. Вот, но тем не менее, то есть, я вижу экономику будущего в этом. Когда с рынка будут уходить посредники, а будет экосистема, в которой производитель работает напрямую с клиентом. И вот мы как раз сейчас делаем эту систему, то есть, соединяем потребителя и клиента с производителем, и с продавцом. Вот. И делай это вим-вин, и тот, и другой выиграл. А вот если разобрать, например, вот наши два еще продукта, которые запустятся в сентябре месяце, это платежная система и банк. То есть, я для себя объясняю это как. Когда у нас запускается банк, то так как мы являемся сами рекламодателями этого банка, то банк у нас будет такой, что условие, ну, то есть, если сравнить все банки России, то у нас по условиям будет лучше. Почему? Потому что мы не затрачиваем деньги на рекламу. Мы сами являемся рекламой. Но в чем наш банк вот будет лучше, и какая выгода будет человеку вообще присоединиться, пользоваться банковскими услугами, и как мы как партнеры можем все это возрабатывать? Опять комплексностью. Ну, давай простой пример. Ты предприниматель, вот, может быть, никогда бизнесом не занимался, но у тебя есть какой-то классный продукт. Угу. И ты решил его продвигать. То есть, что тебе нужно? Тебе нужен банк, тебе нужна банковская система, тебе нужна бухгалтерская система учетов. После этого тебе нужно это все внедрить, после этого строить сеть клиентскую, да, то есть, систему сбыта. И везде, ну, как для тебя новые ниши, где, не знаю, ты будешь тратить время, деньги и иметь проблемы, да. Мы будем давать готовые комплексные решения плюс клиентской сетью. Угу. Этого никто на рынке не делал. И никогда, ну, может быть, когда-нибудь с нас будут пример брать, но мы всегда будем уже далеко впереди. То есть, поэтому это комплексное решение, соответственно, и сдержки меньше, потому что транзакции внутри системы проходят. Они всегда на порядок дешевле, на несколько порядок. И поэтому человеку выгодно быть в этой системе. Мы сегодня, да, мы сегодня кормим банки. Вот, и весь бизнес кормит банки, потому что расчет на кассовое обслуживание обходится очень дорого, да, и они ничего с этим сделать не могут. Когда у тебя Digital Bank, которому не надо содержать огромные структуры, потому что для чего они их содержат, чтобы в том числе привлекать клиентов, да. У нас уже мы делаем подготовую систему. Соответственно, Digital Bank, он всегда на порядок выгоднее, чем банк, которому нужно содержать здания, кучу людей и так далее, и так далее. То есть, это новые технологии. И даже, ну, сами банкиры на сегодняшний день об этом говорят, тот же Герман Греф, да, говорит, что через 5-10 лет не будет той банковской системы, которая есть сейчас. Да. Просто мы это делаем уже не просто новую модель банковской системы, а мы уже подготовим модель бизнеса. То есть, еще раз, экосистема в этом плане всегда выигрывает, где все продумано, где все взаимосвязано. И также, если наложить на платежную систему, аналогия, соответственно, такая же, какая с банковским сектором. То есть, когда мы не делаем транзакции сторонние, а транзакции в нашу платежную систему идут в экосистеме, и это позволяет человеку, который в этой экосистеме находится, экономить и на онлайн-покупках, и на оффлайн-покупках, и в банковском секторе, и в платежной системе. Да, и сейчас, если мы говорить о развитии, да, почему именно сейчас выгодно присоединиться, почему лучше сейчас присоединиться? Потому что у нас сейчас это все еще не родилось, и ту идею, которую мы сейчас доносим до людей, она еще такая вот в будущем. Ну, что будет там через год, когда до конца года мы запустим, мы уже по-другому наш бизнес будем позиционировать, правильно? И сейчас можно, вот как я вижу, стать чем-человеком, который будет, ну как, ну это новая, это тенденция, которая только вот запускается. Вот если вот эти вот четыре продукта мы реализуем, то это позволит вообще, нет вообще никаких конкурентов. То есть сейчас у нас конкуренты еще, кэшбэк-платформы какие-то там, другие сетевые компании, которые занимаются кэшбэк-сервисами, айти-компании, когда у нас есть четыре эти продукта, то вообще конкурентов нет. И мы являемся какими-то такими законодателями моды, и это очень сильно тоже резонирует. Но это уже сейчас происходит, потому что вот есть, например, другие кэшбэк-платформы, которые несколько лет на рынке, и у которых клиентов примерно в три раза меньше, за это несколько лет, чем у нас, нам еще года нет. То есть поэтому это не в будущем, это уже есть сейчас, это уже происходит. Более того, банковский модуль у нас уже практически тоже готов. То есть, мы это уже делаем. И на 80% это сделано. Поэтому дальше это будет просто оттачиваться технологией и расширяться и клиентская сеть, и партнерская сеть. И даже те магазины, которые у нас сейчас приходят, они получают гигантское конкурентное преимущество, потому что клиентская сеть уже большая, а магазинов, которые могут это принимать, еще не так много. И они, соответственно, по всех этих клиентов получают первыми даром. Да. Но опять, для того, чтобы это увидеть, нужно видение на рынке. И, соответственно, почему на сегодняшний день кто-то там за год, за два становится даже не миллионерами, а миллиардерами, а кто-то теряет миллиардный бизнес. То есть просмотрел тенденции, у тебя нету бизнеса. Вот яркий пример, например, Кодек. Они были монополистами на рынке фотографии. Они проспали цифровую фотографию. Где сейчас Кодек? Нету Кодеку, да? Была компания Nokia, была там колоссальный процент рынка имела сотовые связи, да? Проспали эру смартфонов. Где сейчас Nokia? Нету Nokia. Ну и таких примеров можно приводить очень много. Соответственно, ты либо в тенденции рынка, либо ты уходишь с рынка. И мне понравились слова Филиппа. Филиппа на одном из коучингов сказал такую суть, что вот сейчас кэшбэк модный, кэшбэк модный, и мы его развиваем. Если кэшбэк не нужен, будет людям. Мы придумаем тот продукт, который будет нужен людям, мы будем также его развивать. Поэтому да, либо ты подстраиваешься, либо ты в стороне. И вот я хотел бы еще обсудить такую тему, которая касается... Здесь я там заострю еще, прежде чем к следующей теме перейдем, да? Когда я говорю про экосистему, то есть мы танцуем от клиентской сети и сообщества. Под потребность людей, что они нужны. Абсолютно верно. Нам все равно какие тенденции поменяются. У нас могут магазины на платформе поменяться, партнеры могут поменяться. Но для нас всегда есть, было и будет, главное, это как раз клиентская сеть. Они у нас и автоматом, и партнеры. А сейчас на данном этапе еще и акционерами могут быть. Да, это вообще... Этого никто не делал. Поэтому многие лидеры не спят ночами, когда понимают всю эту суть. Вот, хотелось бы поговорить еще о нашей программе премиум кэшбэк, которая позволяет присоединиться магазину и получать гораздо больше клиентов, а клиентам делать покупки и получать кэшбэк гораздо больше. И вообще хотелось бы, чтобы ты, Сергей, сказал, то видение, к чему мы хотим прийти вот в плане кэшбэка. Да, то есть, как я понял, это у нас будет несколько магазинов в разных категориях, где можно делать покупки и получать кэшбэк в два раза больше. То есть такого кэшбэка, которого на рынке, в принципе, невозможно получить. Вот пару слов про это тоже. Премиум кэшбэк, это, правильно ты уже сказал, для клиентов колоссальная возможность получать, ну, во-первых, лучший продукт, потому что мы не будем на премиум кэшбэк брать, что попало. То есть это всегда хороший продукт. Во-вторых, максимальный кэшбэк получает больше рынка. То есть это вторая выгода сразу. Хороший продукт, да еще с хорошим кэшбэком. Для магазинов это шикарная возможность прям в своем сегменте быть лидером. Потому что премиум кэшбэк, это значит, что мы дополнительно рекламируем эти магазины в каждом сегменте. И наша задача наполнить в каждом сегменте по магазину, который дает премиум кэшбэк. То есть чтобы у любого потребителя вот есть какая-то потребительская корзина. Начиная от еды, заканчивая одеждой и аксессуарами. На что люди тратят деньги. Соответственно, в каждом сегменте есть магазин, который дает премиум кэшбэк. То есть, во-первых, там более высокого качества товара, во-вторых, они дают больше кэшбэк. То есть, чем больше человек тратит денег, тем больше ему возвращается. Возвращается обратно. А для магазинов попасть в этот сектор, прям вообще каландайк, потому что это дополнительная реклама. Вот у нас на сегодняшний день там 20 тысяч дистрибьюторов. То есть 20 тысяч человек, менеджеров, тебя рекламируют каждый день. Да. Вот что такое стать магазином с временем кэшбэком. И каждый день количество этих менеджеров растет. А в дальнейшем, то есть, это еще и другие страны. Поэтому, когда компания выходит на какой-то рынок, для нее это прям колодайк. Вот я тоже, некоторые говорят, то что, опять же, не такой большой товарооборот идет на нашей кэшбэк-платформе, не так люди часто делают покупки, хотя уже это колоссальный объем идет. Вот, но я какой мысли себя поймал? Вот цель компании это сделать, чтобы у нас было клиентская структура 10 миллионов клиентов. Примерно, конверсия сейчас в партнеров в районе 10%. То есть, если у нас 10 миллионов клиентов, у нас будет в районе 1 миллиона партнеров. И партнеры, они, партнеры, они замотивированы делать, продлевать активность. То есть, у нас в бизнесе есть активность, когда необходимо покупать голд статус. И партнеры сами выбирают. Либо они приобретают каждый месяц голд статус, не обязательно голд статус, а можно сделать на Роксин. продукт, премиум сегмент. У людей есть обязательства. Это значит, что они гарантированно придут и потратят деньги. И придут и потратят деньги. Где? В премиум магазине. С выгодой для себя. То есть, у нас есть категория товаров. Мы так или иначе покупаем продукты, так или иначе покупаем одежду. И это вот, я думаю, вот эта вот сеть 1 миллион партнеров, они делают покупки вот в этих премиум кэшбэков благодаря этому остается мощный товароборот. И вот это вот, наверное, самая важная концепция нашей кэшбэк-платформы, которая будет отличать от других кэшбэк-платформ. Этого нету. Этого нету в мире. Этого нету вообще на рынке. И я такой думаю, вот, да, мы сейчас все работаем. Пустил джин из бутылки, они тоже об этом задумаются. Да. Вот. Я сейчас такой задумываюсь, вот мы работаем, да, в интернете, даем рекламу у разных блогеров. К какому блогеру я хочу прийти? Например, есть блогер, который может меня хорошо пререкламировать. Я прихожу к нему, а получилось так, что у меня прибавилось там два подписчика. Приду я к нему еще? Не приду. Порекомендую я кому? Не порекомендую. А если я приду к тому блогеру, когда я зашел, и у меня сразу все взлетело просто невероятно, мой аккаунт стал максимально активным. Вот получается, что мы станем такой компанией, если к нам магазин присоединяется, то не просто он присоединяется, он становится популярным, становится модным, потому что это тренд, это тенденция, мы стоим реально крутое сообщество. Вот, да, здорово, что мы этого не затронуем. Если кто-то нам палки в колеса ставит, то мы его умеем. Да, и... Поэтому сегодня кто про нас пакости пишет, пусть хорошо подумает. А вот, да, еще вот важный момент насчет компании. Некоторые люди задают такой вопрос, вот компания зарегистрирована, допустим, еще на Кипре, да, некоторых это смущает, хотя для меня это является, наоборот, большим преимуществом, потому что я в этом разобрался. Вот как ты видишь, какие плюсы, какие минусы в том, что вот наша компания зарегистрирована на Кипре? начнем с того, что минусов никаких нету, и это осознанный шаг, потому что наша цель это не только российский рынок, мы не собираемся делать российскую только маленькую компанию, работающую на одном рынке. Наша задача это построить большой международный бизнес. И сейчас, в эпоху вражды, скажем так, политической больше на рынках, да, то есть мы изначально открывали европейскую компанию, чтобы выходить на европейский рынок, на азиатский рынок, на американский рынок и так далее, да, это первое преимущество. Второе преимущество, являясь, не являясь, вернее, налоговым резидентом в России, мы можем полностью выплачивать комиссионные, и люди уже сами разбираются, как форму налогообложения сделать, как физлицо, как ИП, как юрлицо, да. второе момент, мы уже сейчас строим бизнес таким образом, то есть, что в каждой стране мы делаем свою компанию, которая как раз подключает магазины, поэтому с точки зрения легальности и простоты, правильности построения бизнеса, да, мы сделали очень удобную схему, которая легко позволяет запускать любую страну, более того, наша система позволяет нам подключать много агрегаторов сразу, выбирая лучше цену, то есть, соответственно, мы таким образом убиваем еще двух зайцев, то есть, первое, мы всегда можем держать самый высокий кэшбэк на рынке, а за счет маркетинговой нашей стратегии мы все деньги отдаем, поэтому мы всегда будем давать самый большой кэшбэк для клиентов. Второе, мы очень легко запускаем другие страны, вот благодаря этому, то есть, наш бизнес очень легко тиражируется, для того, чтобы запустить другую страну, нам не требуется ни много времени, ни много сил, ни много ресурсов. Еще, Сергей, какой момент хотелось бы обсудить, очень важный, да, вот что касается нашего маркетинг-плана, это бинарного маркетинг-плана, в России он не так популярен, если сравнивать, допустим, там, со странами США, да, когда же мы опять же с Филиппом общались, Филипп говорил, что в Америке очень много долларовых миллионеров, это там порядка 90%, которые стали долларовыми миллионерами именно в бинарном маркетинг-плане, я вот сейчас, статистика такая, но в России его почему-то не воспринимают, не признают, да, и не понимают его вообще преимущества, какие ты выделяешь преимущества в бинарном маркетинг-плане перед классическом, и почему наша компания выбрала такой вот бинарный маркетинг-план? Ну, все очень просто, есть тенденция рынка, то есть, ну, вот, например, как Nokia, да, глупо делать телефоны кнопочные, если есть смартфоны, то есть ты изначально уже будешь проигрывать, понятно, что кто-то купит, да, кто-то привык как динозавры пользоваться, то, что бинарный маркетинг-планы не любят, ну, то есть, это тоже иллюзия, то есть, просто на сегодняшний день людей занимаешься сетевым маркетингом в старых компаниях, пока еще больше, и там им внушают с утра до вечера, я сам этим занимался, да, с утра до вечера, что этот маркетинг лучше, ну, что бинары долго не живут, и т.д. и т.п., но на самом деле, бинарный маркетинг-план значительно прогрессивнее в том плане, что здесь люди работать могут командой, если в линейке каждый сам за себя, вот ты 50 человек пригласил, то есть, каждый сам за себя в линейке был, здесь эти люди в команде, как минимум, 25 человек работают друг на друга, это колоссальное усиление, то есть, если человек не может в бинаре преуспеть, в линейном он вообще не заработает, это точно, он позволяет людям очень быстро выходить на чеки, даже тем, кто, может быть, не лучше других работает, то есть, вот в классическом маркетинге, если у тебя нету лидерских сильных качеств, ну, ты гарантированно ничего не заработаешь, ну, и тебе, конечно, будут внушать, но зато хорошо, ты должен прокачать себе эти лидерские качества, а как быть тем, у кого их нету, то есть, они же тоже туда, их также привлекают и говорят, ты можешь стать лидером, да не можешь ты стать лидером, если у тебя нету этих качеств, в бинаре в этом плане проще, даже человек, не будучи сильным лидером, может зарабатывать хорошие чеки, потому что достаточно одного-двух человек привлечь, сильных, и все, и все, тебе не надо быть самому сильным лидером, и это большое преимущество, то есть, он дает гораздо большую динамику, вот, во всех остальных, особенно у нас, у нас сочетаются элементы и классики, потому что вся линейка кэшбэков у нас строится по классическому маркетингу, и динамика, и быстрый заработок, и быстрое построение структуры, и команда образования бинара, то есть, и вот здесь мы получаем ракету, космический корабль, это, как правило, классика, она нужна для чего? Для того, чтобы больше удерживать людей, а не для развития этого. Классика родилась из-за того, что на старте, когда появился сетевой маркетинг, компьютеры, в принципе, не могли просчитывать глубину, физически не могли это сделать, не хватало компьютерных мощностей. Сейчас переделать они уже не могут, это как у машины попытаться на ходу колеса поменять. То есть, если сейчас сетевая компания какая-то рождается, даже там с продуктовым продуктом, с каким-то я имею в виду, то все равно бинарно. Сейчас даже с продуктом они берут бинарный маркетинг-план. Не потому что, ну, что-то там, а потому что иначе они будут неконкурентно способны на рынке. Вот, отлично. Про компанию мы много тем сегодня разобрали. И вот хотелось бы сейчас еще поговорить вообще про продвижение бизнеса, да? То есть, вот новичок на старте, который присоединяется к компании, как вот ему в первый месяц, в первые три месяца не ломать дров и как сделать максимальный результат, да? Потому что некоторые присоединяются, начинают рассказывать своим людям, люди там какой-то негатив дают, они сдуваются, они перестают заниматься бизнесом, думают, что это все не работает, все, короче, плохо. Какие вот первые шаги, но даже не первые шаги, а как какое-то правильное позиционирование выработать что ли, в себе внутренний стержень сформировать, чтобы вот не сжечь там свой список друзей, знакомых и грамотным образом позиционировать бизнес? Ну, первое, не думайте в этом. Да? То есть, если ты чего-то боишься, ты в голове это проживаешь, ты уже себе рисуешь негативный сценарий. Второй момент. Часто, почему-ка сжигают список мед и вообще боятся там звонить, боятся к людям обращаться, то есть у них нету достаточно уверенности либо в себе, либо в компании. Да. В себе это не исправишь, на старте особенно, потом понятно, что на работе... С каждым шагом ты прибываешься. С каждым шагом, да, то есть, ты за рулем ездить никогда не ездил, когда ты садишься первый раз за руль, все это проходили, все знают, ты всего боишься. Ты как, для тебя шаг. Но чем больше ты ездишь, тем спокойнее себя чувствуешь, точно так же и в бизнесе. Поэтому на старте здесь нужно использовать систему, то есть, это презентация, это вебинары и самое главное использовать по назначению правильно спонсора, в хорошем смысле слова, да. То есть, всегда есть наставник, который тебе может помочь, проводить встречи и благодаря этому ты получишь свой первый финансовый результат и построишь свою первую команду. Второе, уверенности, что не хватает, уверенности в бизнесе, в компании. Но здесь надо опять погружаться, изучать систему, опять же, больше общаться с лидерами, тогда ты зарядишься энергией и с другой стороны получишь видение. Ведь чего люди боятся, когда видения не хватает, они не понимают, почему это переведет и думают, а вдруг компания завтра закончится, а вдруг то, это. но когда ты знаешь, у тебя вопросов не возникнет. Если ты, например, точно знаешь, что вот зайдешь за эту дверь и там стоит два чемодана с миллионом долларов и ты их можешь забрать, ну или заберет кто-то другое. Что ты будешь делать? Вот скажут, кто первый найдет, того и будет. Здесь вопрос уже не извлекает. Ты видел, как вот два чувака зашли туда и где ты их оставили. То есть, надо просто найти. Вот точно так же сейчас происходит. Есть рынок, 150 миллионов человек, если мы сейчас Россию берем, соответственно, 20% от этого рынка примерно, как минимум, будут пользоваться платформой. И соответственно, каждый день, каждый день люди будут покупать продукты и каждый день кому-то приносить деньги. Вопрос, почему не тебе? Ну, когда у человека вот такое видение формируется, у него уже не будет вопроса, как рассказывать людям, что для этого нужно, какие скрипты вырубят, он просто возьмет, начнет и начнет звонить. Абсолютно верно. То есть, ты понимаешь, что либо подключит этого участка кто-то, либо ты, либо твой человек, не обязательно ты. Может быть, ты завтра подпишешь вот Пашу, такого парня, как ты, или там, как Рома Проценко, да, и он заберет. Не угадаешь, вообще не угадаешь. А здесь самое главное, угадывать не надо. Это вот здесь, как в природе, все вот, например, когда хлеборуб идет и сеет пшеницу, он же не знает, какое зернышко взойдет. Все, что ему нужно сделать, это взять горсть зерен и бросить в землю, а желательно не на асфальт. Правильно? Точно так же, там, морковку сажают, семена посадили, ты не знаешь, какая взойдет и более того, когда взошла, еще там прорежут, чтобы остальные лучше росли, да? Вот то же самое здесь, чем большему количеству людей информацию дал, тем больше вероятность, что придет кто-то из лидеров, схватит этот бизнес и будет его развивать. Да, и причем здесь еще преимущество в том, что человек может прийти, пригласить одного человека, второго, и только там, у тебя там на третьем уровне, возможно, появится лидер, который вырастет тебе все. Ты не знаком с ним и мой первый миллионер был на седьмом поколении. На седьмом поколении, обалдеть. Да, это преимущество этого бизнеса. Вот, и еще какой момент хотел вопрос, платит ли тебе с седьмого поколения? Платили? Ну да, там платили, если бы не платили, не было смысла работать. Да. А вот проблема в том, что как раз классических старых компаний в том, что на седьмом поколении у тебя появится лидер, ты с этого ничего получаешь. Обрезается в некоторых, еще ты не получаешь, с него доход, и преимущество бинара, то, что ты в любом случае будешь с человеком получать процент, тебе надо уравнивать только вторую команду свою. Да, и еще какой момент, вот какие самые главные ошибки у новичков ты выделяешь, да, то есть вот на старте, и как их можно вообще избежать? Ну, вот здесь как раз я не сторонник их избегать. Знаешь, почему Филипп сегодня мультимиллионер? Да потому что все ошибки, какие есть, он сделал. Почему я зарабатываю хорошие деньги, потому что тоже не боюсь ошибок, и на собственном опыте получил кучу ошибок. Фишка вся в чем, большинство людей боится ошибок. Самая большая ошибка это ничего не делать. Вот тогда точно с тобой ничего не произойдет. То есть будет только хуже, потому что мир не стоит на месте, он развивается. А если ты вместе с миром не развиваешься, значит, ты потихоньку деградируешь и умираешь. Поэтому самая большая ошибка ничего не делать. Вот вторая ошибка это не считать себя все, что я все знаю и я все умею. То есть, если ты все знаешь, твое развитие опять же отличности закончилось. Потому что ты на сегодняшний день на рынке получаешь ровно те деньги, которым ты соответствуешь. Тебе рынок всегда платит ровно твою ценность. Хочешь зарабатывать больше, хочешь переходить на другой уровень, и что нужно делать? Нужно развиваться, нужно повышать свою ценность. Поэтому как можно больше общаться с лидерами, как можно больше общаться с людьми реально зарабатывающими, которые хотят заинтересованы в том, чтобы помочь тебе. И вот здесь мы пришли еще к одному большому преимуществу этого бизнеса в том, что здесь ты не только учишься, тебе всегда дают лучшие знания, лучшие лидеры, ты учишься у практиков, потому что, к сожалению, у нас сейчас рынок наводнен теоретиками. Сейчас тебя в гугл научат чему угодно, есть миллионы тренеров, которые тебя научат чему угодно, чтобы самому заработать, и все теоретики, то есть большинство из них все, что делают, зарабатывают на том, чтобы прочитать какую-то книжку, ее пересказывают, практиков мало, а и более того, когда они тебя учат, они вообще никак не заинтересованы в твоем успехе, им на тебя наплевать, им важно просто с тебя взять деньги. В нашем бизнесе не берут деньги за знания, в нашем бизнесе человек, который тебя учит, зарабатывает только в том случае, если зарабатываешь, ты... Если ты внедряешь это все и... Еще раз, ты можешь внедрять, но если ты еще раз конкретно, если ты не зарабатываешь, он не зарабатывает, то есть не потому, что ты пришел, не потому, что ты что-то делаешь, не потому, что ты работаешь, он зарабатывает только тогда, когда зарабатываешь и по-другому невозможно. Он заинтересован не в том, чтобы ты что-то делал, он заинтересован в том, чтобы ты зарабатывал, и по-другому никак. вот я думаю на эту мою на этой ноте можем закончить интервью в общем сергей спасибо тебе сегодня вообще содержатель интервью появилась я думаю это будет полезно не только партнером которые посмотрят видео тем еще кто хочет присоединиться вот и сергей может добавить от себя что-нибудь на камеру тем партнером которые сейчас не перед не партнером а тем людям которые сейчас присматриваются к нашей компании его думают стоит присоединяться или не стоит нужно это получится не получится что-то можем порекомендовать я дам один маленький совет если конечно вам интересно да то есть вы можете присматриваться сколько угодно вы контракт оформите а потом присматриваетесь пока вы присматриваетесь вы уже зарабатываете деньги так устроена наша система это первое второе смотрите не на то что есть сейчас то что есть сейчас то что вы видите даже о чем мы говорили это вершина айсберга это примерно 10 процентов от того что мы планируем сделать и сделаем в ближайшие пять лет то есть мы создаем плодородную среду для бизнеса в россии и для того чтобы люди были финансово грамотно и лучше жили и более того мы не просто это делаем это сейчас вся страна уровне всей страны делается и во всем мире сейчас идет ну смена парадигмы мы переходим из индустриальной эпохи в информационную если вы в тенденция соответственно вы будете преуспевать ваша жизнь будет улучшаться если вы как-то этому сопротивляетесь но поверьте процессы сильнее людей это вас сломает то есть поэтому я советую чтобы вы не сопротивляли чтобы взглянули в эту сторону использовали не важно будете ли вы нашим партнером или вы просто будете клиентом вы в любом случае уже получаете выгоды а вот я вам от всего сердца желаю получить максимальные выгоды от жизни я вам желаю счастья благополучия и никогда ничего не бояться и вы кстати мы еще один очень важный фактор не сказали наш бизнес он чем прекрасно сочетается с любым видом деятельности неважно вы на зарплату работаете или вы у вас свой бизнес тем более если у вас свой бизнес вы получите дополнительное усиление от нашего бизнеса или вы вообще ничем не занимаетесь вы все равно потребитель потому что даже шестимесячный ребенок он уже потребляет товары и услуги и соответственно сэкономленные деньги в которые вернулись ваш семейный бюджет это заработанные деньги вот поэтому я вам рекомендую чтобы финансовые потоки шли в вашу семью я желаю счастья благополучия ну и конечно здоровья успехов и процветания всем всем спасибо всем хорошего давай еще раз всем спасибо всем до свидания не давая нет спасибо что вы досмотрели декан интервью если вы досмотрели это значит что вас заинтересовало то что мы говорим это значит что мы с вами в ближайшее время увидимся на наших мероприятиях и вы впустили в свою жизнь одной из возможностей которые позволят вам быть богатым счастливым всем спасибо кто досмотрел это интервью если вы его досмотрели до конца значит у вас есть интерес значит у вас есть желание заниматься нашим бизнесом или вы его рассматриваете мы будем видеть рады вас в нашем проекте и увидимся на наших следующих мероприятиях в общем удачи вам и мы вместе сможем построить большой грандиозный бизнес и сделать так чтобы об этом знали многие люди и многим людям он нравился и они вместе нами тоже развивались и пользовались крутым продуктом спасибо всего доброго